Спасибо, действительно хорошая и качественная игра с нашей стороны. И я считаю, как настолько качественно футболисты готовились в этом непростом графике к этим матчам, в этом трейдике, настолько хорошо и результативно это выглядело на футбольном поле. Поэтому им большое спасибо за такое отношение и за этот футбол. Стало ли для вас самого, может быть, определенным откровением, что практически ничего не позволили сегодня создать нефтекимику, хотя в этой команде, в общем, еще раз отмечу, что довольно много классных исполнителей. Мы постарались внимательно, постарались обратить внимание ребят на детали в игре нефтехимика, как при игре в обороне, как при игре в атаке. Поэтому сегодня у нас многое получалось. 14 угловых подовод торпеда и ни одного нефтехимик. О чем, на ваш взгляд, с тренерской точки зрения это свидетельство, в первую очередь? То, что мы больше атаковали. Хорошее давление, хорошие комбинации и сегодня, в общем, много игроков классно себя проявили. Могли бы кого-то персонально выделить? Неправильно персонально выделять, когда вся команда сыграла на таком хорошем уровне. Абсолютно все игроки, которые сегодня и играли в старте, и которые вышли на замену, оказали высокий уровень. Пятый матч команда не пропускает подряд. Значит ли это, что оборона действительно на отлично действует? Или у вас, как у защитника, все-таки есть какие-то претензии определенные к ребятам, которые потом выскажете? Я думаю, сейчас хорошая проверка будет матча с Алани. Вот сейчас мы уже больше о ней думаем. Мы там посмотрим, какая у нас оборона. Сотый матч за «Торпеда» сегодня провел Максим Шоркин. Что скажете об этом? Поздравляю его. Это отличная цифра. И для футболиста, и для защитника. Могу только поздравить его. И на ноль это вообще здорово. Сегодня приятный момент. Дебют Тимиркана Сундукова состоялся. Плюс в концовке еще и Саша Орехов вышел. Значит ли это, что постепенно игровое время молодых ребят будет увеличиваться? Или все-таки это больше от них зависит уже? Ну, у нас хорошая обойма в центре поля. И фланговые игроки у нас есть тоже. И сегодня больше мы дали им возможность при крупном счете почувствовать в первую очередь Сундукову уровень финала, поскольку это его дебют. А конкуренция высокая. И на данный момент им тяжело претендовать на место в стартом составе. И заключительный вопрос. «Торпеда» подписала контракт с защитником Чертанова, с их капитаном Дмитрием Рядьковичем. Несколько слов об этом футболисте, чем он вам приглянулся и когда мы можем уже увидеть его в составе команды. Ну, в первую очередь, это лидер своей команды. Это хороший защитник. Он сделал большой прогресс и скачок в своем индивидуальном мастерстве по сравнению с прошлым сезоном. Это было видно в этом году. И мы очень рады, что он к нам присоединился. Надеюсь, у него все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...